Здравствуйте, с вами астролог Ермольна Татьяна. В этом выпуске я хотела рассказать о астрологическом прогнозе на неделю с 20 по 26 ноября. Я расскажу о том, какая планетарная ситуация нас ожидает и что можно прогнозировать в связи с подобным взаимодействием планет. Расскажу о благоприятном и неблагоприятном влиянии звезд на нашу жизнь, а также дам советы каждому знаку зодиака, как прожить эту неделю и как воспользоваться всеми ее возможностями. На этой неделе нас ждет много планетарных взаимодействий, а значит мы будем поглощены внешней деятельностью и эта неделя будет весьма продуктивной. Основным событием, конечно, будет кульминация квадрата между Юпитером и Плутоном. Это две планеты финансов и власти. Этот аспект очень сложный, он противоречивый. Касается он наших деловых контактов и планов, а также, конечно же, наших денег. И на этой неделе вопрос власти и финансов будет очень значимым. Кто-то может по-крупному потерять, а для кого-то наоборот. Это будет время стремительного взлета, хотя чем-то, вероятно, придется пожертвовать на этапе этого быстрого восхождения на Олимп. Это еще и аспект больших масштабных финансовых афер и мошенничества. Кому-то не посчастливится стать жертвой этого мошенничества. Берегите свои деньги, не проявляйтесь интереса к сомнительным финансовым схемам. Борьба за власть может тоже развернуться нешуточная. Нам стоит быть осторожнее с людьми крайне амбициозными, потому что сейчас действительно в их руки может попасть серьезная и большая власть. Но если вы один из них, то помните, что без утра здесь не обойдется. Такие аспекты требуют жертвы или серьезного конфликта. Так что подумайте, что вы можете потерять, прежде чем решитесь на определенные шаги. Понедельник обещает быть очень спокойным днем. Это достаточно комфортное время для создания недельных планов, для текущей работы со своей командой. На этот день очень хорошо назначать публичные выступления. Время, когда Луна находится в огненном знаке, придает нам особый шарм и притягательность для других. Не упустите шансы заявить о себе. Ну, особого какого-то ответа от публики вы сейчас не дождетесь, но, однако, она вас отметит. А вот вторник и среду стоит провести в делах праведных, тщательно вглядываясь в детали. Такие дни очень хороши для латания дыр. Ну, все равно в стратегиях наших все несовершенно. Где-то утекают от нас ресурсы, где-то утекают от нас энергии. Вот такими вопросами стоит заниматься в эти дни. Для многих это будет время интенсивной работы с информацией, переговорами, отчетами, подтверждениями, утверждениями. Ждите интересных предложений, особенно если в вашей власти действительно есть принятие каких-то решений. Тогда люди к вам точно потянутся. Предложения не будут отличаться ни искренностью, ни честностью, ни по отношению к вашим интересам, ни по отношению к интересам окружающих. Так что только вам решать, принимать или отклонять подобное. Но уже в пятницу вы будете понимать все последствия принятых вами решений. Четверг и пятница – это время весьма интенсивное. Это время конкурентной борьбы, так что любые амбиции приведут нас на ринг. Вы откроете для себя такую интересную истину, что желающих и претендующих на то же самое, что и вы, просто море. Так что эмоции свои держите под контролем хладнокровной логики. Будьте стремительны, но не импульсивны. Прежде чем делать, стоит спросить себя зачем. А потом уже согласно ответу решать, как поступить. Пятница очень напряженная. Исходя из планетарного взаимодействия, можно говорить о травмоопасности этого дня и конфликтности. Суббота и воскресенье могут нас удивить тишиной и покоем, которые они нам подарят. Эти дни очень гармоничные, но однако для того, чтобы мы действительно почувствовали эту гармонию, надо быть в уединении и в размышлении. К этому склоняет нас водная луна, которая господствует и в субботу, и в воскресенье. Так что оторвитесь от всех ваших общественных забот, закройте двери даже для друзей и попудьте в кругу самых близких. В противном случае можно нарваться на серьезные недопонимания со стороны окружающих, на обман и дезинформацию. Особенно воскресенье стоит провести спокойно, без раздражения, без негатива. И тогда наступающая неделя будет проживаться вами менее напряженно. Сейчас хочу вам рассказать немножечко по каждому знаку зодиака прогнозы, какие благоприятные и неблагоприятные моменты ждут каждого из нас на этой неделе, и чем отличается эта неделя для каждого знака зодиака. Овин. Совсем не просто пройдет вся ваша неделя. Вам понадобится вся мощь и упорство, чтобы справиться с сопротивлением окружающей среды. В четверг и пятницу ищите опору в партнерах, и им стоит доверить самые сложные дела, касающиеся других людей. Сами же в конце недели уединитесь и отдохните. Будут и лучшие времена, а пока попробуйте не растрачивать всю свою энергию на зло, гнев и обиду. Телец. Для вас первая половина недели будет приятной и для решения деловых, и для решения личных вопросов. Сейчас никуда не надо спешить, напротив, займитесь проработкой деталей в первые три рабочих дня. Личная жизнь вас тоже радует и дает вам необходимый оптимизм. Вы преуспеете в делах, требующих вдумчивости и терпения. А вот что требует быстрой реакции от вас, лучше планировать на вторую часть недели. Иначе в первой части это вас быстро обессилит. Близнецы. Первая половина недели будет излишне даже напряженной для вас. Понедельник, вторник и среда это дни активные, но возможно они будут излишне самокритичные. Много дел в это время сделать не получится. Продвижение мешает ваши убеждения, а также негативный прошлый опыт. Но вот четверг и пятница будут днями реабилитационными. Вот здесь возможна реализация задуманного, особенно пятница будет на этот счет перспективной. Так что работать в конце недели окажется не только надо, но и очень полезно. Рак. Самое время уделить вопросам рабочим в понедельник, вторник и среду. Но нет ничего лучше, чем работать без проблем, без происшествий, в комфортном темпе, без лишних правоучений со стороны коллег и своего начальства. Вот именно такие три дня вам предстоят, так что учтите это при планировании вашей недели. В выходные посвятите время семье и любви. Для вас оно будет наполнено приятными ощущениями и очень привлекательными людьми. Лев. Неделя, прямо скажем, не способствует тому, чтобы вы почувствовали себя на троне. Все очень прозаично, а временами весьма даже проблематично. Но унывать вы не можете, потому что опустить вам руки не дают ваши конкуренты, которые пристально наблюдают за вами. Неделя так и пройдет. Вы делаете вид, что у вас все в порядке. Грустите немного по вечерам. А с утра собираетесь силами и начинайте новый день в полном неведении, как он закончится. В выходные сделайте передышку. Уединение пойдет вам на пользу. Дева. Первые три дня этой недели для вас будут наиболее результативными. Побольше общайтесь с людьми. Не стоит сейчас зарываться в бумагах, договорах, интернет-статьях или каких-либо исследований. Эти три дня предназначены для того, чтобы понять, чем живет сейчас ваше окружение. Что ему нужно. Что ему вообще от жизни не хватает и что он ожидает. Вот это и должно стать предметом ваших бесед. Поверьте, так намного проще понять других людей и почувствовать текущие тренды. И это принесет гораздо больше пользы, чем теоретические исследования. Весы. Начало недели будет немного запоздалым. Потому что понедельник, вторник вы проведете как бы не спеша, вероятно, даже без особой пользы. Но четверг и пятница – это те дни, когда из ваших планов могут действительно получиться настоящие достижения. Пятница обещает быть перегруженной информацией и эмоциями. Каждую минуту что-то случается. Но вопреки вашим страхам и ожиданиям, такое стремительное развитие событий скажется на ваших делах очень положительно. Хотя порядком вас утомит. Скорпион. Понедельник, вторник и среда будут стабильными и достаточно позитивными днями для вас. Звезд неба прихватить вам не удастся. Но в остальном вы получите много выгод от начала рабочей недели. Многое, конечно, зависит от того, как вы потрудились на предыдущие. Если очень хорошо и на совесть, то в начале этой недели вы уже получите первые плоды своих трудов. Выходные проведите динамично, в общении с другими людьми, в поездке. Эти дни исключительно позитивные для вас. Так что используйте их на полную катушку и заряжайтесь энергией. Стрелец. Первая половина недели может быть очень конфликтной и непредсказуемой для вас. Вам припунят все ваши недочеты и нереализованные обещания. Это могут быть отдельные эпизоды, а может быть даже очень серьезный скандал. Так что запаситесь аргументами для подобных разбирательств. В четверг и пятницу обещают быть днями отдыха, и буря утихнет. Вы сможете подсчитать убытки, а потом начнете жить дальше. Именно в пятницу вас могут посетить гениальные мысли и очень работающие планы. Козирог. В понедельник, вторник и среда будут днями повышенной активности для вас. Ничего прорывного такого на этой неделе не должно случиться, но есть необходимая стабильность для полноценной работы и чувство удовлетворения от прожитых дней. Настроение немного может подпортить пятница. Вместо дня завершающего она может принести много новых и весьма проблемных открытий. Так что будьте аккуратны в своем оптимизме и не расслабляйтесь до самого конца рабочей недели. Водолей. Неделя не будет слишком значимой для вас. Понедельник, вторник и среда пройдут весьма посредственно, но, слава богу, они проблем не сулят. Однако и нужной энергии не дают. Ваше коллективное творчество не будет вдохновляющим или продуктивным. Внутри коллектива есть разногласия, и они замедляют процесс реализации целей. Немного быстрее пройдет жизнь в четверг и пятницу. Пятница будет очень суматошной. Вам придется, засучив рукава, работать с раннего утра и до позднего вечера. Так что на выходные вы попадаете с упадком сил и кучей бумажной работы в придачу. Рыбы. Готовьтесь к напряженной и не очень эффективной неделе. В самом ее начале вы можете попасть в весьма драматическую ситуацию. Вас могут обвинить в излишней эмоциональности и возложить вину за какой-то коллективный просчет на вас. Стисните зубы и пробирайтесь к четвергу, не давая вашим оппонентам удостовериться в ваших слабостях. К концу недели прессинг существенно ославнет, а вы сможете спокойно подумать, что все-таки произошло и как этого избежать в следующий раз. Это было мое видение астрологического прогноза с 20 по 26 ноября. Обязательно пишите мне в комментариях, а как у вас отыгралась эта неделя и какие планетарные воздействия вы на себе действительно ощутили, насколько прогноз сбылся. Ставьте лайки и делитесь с друзьями этим видео, если оно вам понравилось. Ищите меня на моем сайте ермольна.про. Если вас интересует индивидуальная работа, то можете написать ко мне в скайп. Ник приведен в описании под этим роликом. Дружите со мной в соцсетях, потому что я много пишу статей, которые не говорю в видеоблоге, но они есть в текстовом варианте. Вам есть что почитать на моих страничках. Подписывайтесь на этот канал, потому что я планирую еще очень много чего здесь рассказывать и в качестве прогнозов, и в качестве просто полезной информации, так называемых лайфхаков. С вами была ваш астролог Ермольна Татьяна. Удачи вам!